Привет, дорогие друзья, с вами Первый Дивизион. Это плей-офф Первого Дивизиона. Сегодня у нас играют команды Skrillex и College Club. Интересное противостояние нас ждет сегодня. Ну, как интересно, команда, занявшая по итогу регулярного чемпионата первое место, не имея на своем счету ни одной ничьей поражений, против клуба, который занял восьмую строчку. Шесть раз они выиграли шесть матчей. Шесть проиграли и одна ничья у них. То есть, примерно такая себе статистика. И вот уже начинает атак Skrillex. Сначала неплохо поднимал снэк. Там неплохой был удар, и вот тут сундук сам своего рота забивает. Но там отскок уже, отскок от сундука. И счет открывает Skrillex. 1-0. Посмотрим, что сможет, смогут противопоставить College Club Skrillex. Как они сегодня смогут вообще сыграть, с каким счетом они... Сегодня сыграют. Короче, посмотрим все прямо сейчас. Снэк пытался обыграть College. И тут неплохо выбил мяч вперед. Так, College. Протолкнет дальше. Нет. Сундук прокидывает по карточкам. У нас все нормально. Твикс играет на Буфоне. Снэк на Дехея. И на Киржаков играет у нас Азам. У College Club Буфон, Дехея и Киржаков. В атаке сейчас College. Посмотрим, что они смогут противопоставить Skrillex в этой атаке. Леха Новичок убивает вперед. Не видел я еще этого игрока в матчах College. И вот тут вот сундук мог... Если бы раньше пробил... Нажал на пробил. Там мог, в принципе, вперед прокидывать ближе к воротам. И там любой отскок, наверное, мог залететь. Сундук пытается продавить. Да, все-таки проскакивает через двух игроков мяч. И прям к Лехе Новичку прилетал. Могли сейчас забить College. И вот тут сундук обязан забивать просто. Как? Как он по пустому углу ворот не забивает? Непонятно. Как не забивает сейчас сундук? Команда College сейчас старается, видно. Потеет в атаке. Два момента было стопроцентных почти. И вот тут сундук забьет? Нет. Нет, уже поздно. Не успевает. Твикс раньше. Угол закрыл. И тут отскок. Сдвоение скорее. Лехе Новичка и College. 1-1 сравнивает счет College Club. Посмотрим, что еще они смогут показать в этом матче. Пока что они идут в атаке. И я, видно, сглазил чуть-чуть. И Skrillex все-таки переходит в свою атаку. Да, вот тут от Твикса хороший отскок вперед. Сделал дабл. Твикс, пас на Снека будет. Да. Не проходит там накрывал College. И вот тут вот борьба в центре поля. Леха Новичок. Посмотрим, что он сегодня покажет. Уже повторюсь. Я его мало видел в матчах с College. И тут снэк тупо проходит между двух игроков. Очень широкая линия между игроками College. И этим они позволяют спокойно пройти снэку. Так как это запись уже в матче. Даже давайте посмотрим этот повтор, как он просто снэк прошел. Давайте вот немного отмотаем. Вот, следим за снэком. Снэк вот просто стоит. College. College. И Леха Новичок. Леха Новичок пропускает на МСМ мяч. И College оказался где-то внизу. Страховал борт. Почему-то было борта. Это скорее, наверное, ошибка College была. И все-таки забивает. Скреликс 2-1. Пока что... Да. Еще 3-1. И уже, не знаю. Третий гол под... Второй гол подряд, если... Так смотреть. Второй гол подряд Скреликсов. Что же будет дальше? Будет дальше забивать Скреликси? Или College соберется все-таки? С мыслями, с силами. Леха Новичок все-таки забил. Ну и тут, смотрите. 4-1. Очень быстро. Теряют форму по игре. Теряют настрой College. Либо сами себе привозят. Либо какие-то ошибки серьезные допускают. Вот опять отскок вперед. College хотел поддержать Камансую в атаке. Но прилетел мяч назад ему за спину. И 5-1 уже в первом тайме. Это уже непростительно. Такое уже сложно отыгрывать. College поднимает, мешает. Убивает прям в снэк. Такой вот тут раскат от Скреликсов. Так, Твикс перейдет на Азама. Азам. Сыграет с бортом. Да, получился пас на снэка. Тут. Твикс. College. Видно его активные действия. Как в атаке, так и в защите. Он подключается. Пытается помочь команде отыграться. Но не всегда это приводит к лучшим последствиям. Особенно в нескольких голах, где ему мяч постоянно прилетал за спину. Так, College борется, борется. Вот тут выигрывает борьбу. Если бы он ее проиграл, там бы Азам уже забивал в пустые ворота. Так, College. College, сундук, убивает мяч вперед. Снэк вот тут продавливает. Пока что игра у нас доминирующая у Скриликсов. College просто пока что выглядит не очень именно в этом матче. Много ошибок, много непростительных ошибок, которые приводят команду к голам. Посмотрим, что будет дальше. Не думаю, что College, может быть, могут отыграться. Но не знаю. Смогут ли они это сделать? Шансы у них сейчас малы. Скриликс продолжает давить. Скриликс продолжает атаковать. Снэк вот тут неплохая передача. В принципе, я думаю, Скриликсы прям не так сильно потеют, не так сильно напрягаются. Играют более-менее, как обычно. И тут у нас первый тайм окончен. 5-1. Да, вот второй тайм начинается. По заменам. Чего у нас? Ничего у нас по заменам. Сундук, замечу, играет на Дехе. Я, по-моему, его видел, что он играл на Роналду. Против Роналду непривычно играть. Вот тут Снэк выходил на пустые. Тут его вытолкнули. Там, в принципе, Снэк мог забивать. Вот тут Леха уже где-то третий гол, что ли, привозит сам в собственные ворота. Оказывается, около ворот и не знает, что делать с мячом. Просто, напросто и все. Сундук, ну тут должен забивать. Алло, Сундук. Это третий момент. Или четвертый даже. Момент, в котором он выходил на пустой угол и не забил. Тут Леха обязан. Просто, да, забивает Леха. Общий счет уже 6-2. Посмотрим, как продолжится матч дальше. Пока что очень много вот таких вот хороших дабл от Снэка. Таких вот выходов 1 в 0, 1 в 1. Позволяет друг другу играть команды. Опорники рискуют постоянно. Выходят вперед. Поддерживают атаки собственных команд. Ну и вот тут, смотрите. Сундук, колледж. Все вышли вперед. Игроки колледж. И там уже два... Два игрока. Скреликсы выходили на пустые ворота. Такие ошибки реально непростительные. Уже 7-2 счет. Он становится все больше и больше в пользу скреликсов. Улетает Леха Новичок. Будут ли еще голы от колледжа? Посмотрим. Так. Тут сундук мешает. Давайте посмотрим за сундуком, как он будет действовать в отборах. Пытался отобрать. К нему мяч прям в спину прилетел. И перевозит опять. Опять снег оказывается один. Почему так? Давайте. Опорник у нас колледж. Давайте посмотрим за ним. Колледж даун. Ну пускает. Там может скорее, наверное, Леха Новичок плохо закрыл игрока. Смотрите, вот. Леха Новичок кроет снега. То есть если сейчас пройдет передача, то... Леха Новичок должен прикрывать. Посмотрим дальше. Тут прилетает ему за спину, получается. Да, мяч? Нет. Это уже... Вот Леха Новичок отпасовывает. И вот он не успевает возвращаться. На катушке Киржакова не успевает возвращаться. И отскок... Вот Колледж хотел выбить. Он, наверное, подумал, что он сейчас выбит. Но нет. И прилетает мяч в снег. Ну да, там ошибка скорее. Лехи, который крыл... Кого он крыл? Снега. Колледж пишет, типа, не летите. То есть они считают, что его игроки просто так летают, не играют. Вот, возможно, я как-то по-другому понял эту фразу, но... По мне она как-то вот так вот звучит. Тут Колледж пытается подключиться к атаке, помочь. Сундук. Пока что Леху... Видим то, что Леха пока что вообще не очень выглядит в этом матче. Посмотрим, как будет дальше. Не видел я, что... Этого игрока не очень знаю. Не видел, чтобы он хорошо играл. Ну, на высоком уровне. Тут Скриликс выйдут ли из защиты, да. Спокойно продавливают игроков Колледжа. Спокойно распасовываются. Скриликс им сильно не мешает Колледж. Так, вот тут Снэк снова почти выходит на пустые, но там уже помешали игроки Колледжа вовремя. Снэк пас на Азама там. Должен был мяч прилететь в разрез вперед. Но он прилетел прям в спину. И вот тут дальше продолжает отковать Скриликс. Им реально никто не мешает. Только Колледж более-менее старается. Видно его активные действия в игре. И от Твик забивает. Забивает опорник. Всегда голодопорника красивый. Как и в этом случае. Еще тоже 9-1. Нет, 9-2 ошибаюсь. И Снэк сбивает, собственно, в ворота с отскока. И мяч система зачисляет Колледжу. Это заслуженно. Колледж старается. Видно его усилия. Как он пытается помочь своей команде. Пытается подключаться к атакам. Пытается пропускать меньше голов. Но пытается, пытается. Счет ему не дает пропускать меньше голов. Леха Новичок. Смотрим за его действиями в защите. Зачем-то прикрывал ближний. Дает Колледжу играть впереди. Выталкивает его прямо сейчас. Да, Леха, видно, хотел поопорить. Так, Твикс поднимает. Ему никто не мешает. Сундук. Проигрывает борьбу. Снова проигрывает борьбу. Колледж. Колледж. Не получается продавить. И пока что у нас еще сколько? 9-3. Будет ли камбэк Колледж? Еще посмотрим. А вдруг прямо сейчас будет 10 отскоков, и они выиграют в этом матче. Кто знает. Всякое бывает. Мегаболи. И тут Леха Новичок может сбивать. Леха. Давай. Леха. Ой-ой-ой. От Лехи хороший отскок прилетает. Там задумывался пас. Но зам срезал свои вороты. Даже не нажимал пробила. От него залетело. Еще тоже у нас 9-4. Неужели это камбэк от Колледжа? Леха Новичок. Леха выбивает. Вот видите. Леха старается. Да, Леха старается, но играет пока что... Ну, играет неровно. То есть, есть и хорошие и плохие моменты у него. То привозы, то неплохие моменты. Твикс. Азам. Снэк. Обычная раскладка скрилексов. Сможет ли Леха Новичок что-то навязать? Да. Ну, любой отскок сейчас к Лехе Новичку он бы забил. Так, сундук возится с мячом. Снэк. Колледж. В атаке колледж. Сундук пытается продавить. Леха Новичок пытается крыть Снэка. Потому что он стоит в полуподсосе. Но никак не старается открываться в штрафной подпасе. И снова упускает Леха Новичок Снэка. Снова. Снова упускает. Хоть и пытается его крыть. Вместо того, чтобы открываться под пас. Но Снэк выходит вперед. Тут позиционки ошибка у Колледжа. По идее, должен открываться в штрафной Леха Новичок. А Колледж должен как раз следить за подсосами. Но как-то наоборот получается у Колледжа. Леха сам как-то взялся за подсосника. И пытался его закрыть. И все равно у него не получилось. Счет у нас я уже сбился. Десять, по-моему, четыре. Если не ошибаюсь. Тут раскаточка от Скриликсов. Гол. Снэк уже рисковал в конце. Не точно пробил. Но все же это гол. Уже 11-4. Посмотрим, что будет дальше. Сколько забьет Скриликс. Сколько забьет Колледж. Если еще они вообще забьют. Пока что, если честно, мне не очень нравится игра Колледжа. Именно в этой игре. В первом матче. Посмотрим, что они покажут в следующих матчах плей-офф. Против Скриликсов. Смогут ли откомбейчить. Но пока что этот матч еще идет. И мы смотрим за ним. Колледж продавит. Нет, не получается подавить Азам. И никто не подстраховывал Снэка. И опять он выходит на пустые и забивает. Тут уже реально нужно постараться разобрать этот момент позиционки игрокам Колледжа. Вообще разобраться с составом на следующий матч. Если честно, я знаю игроков Колледжа. Знаю, что многие ушли из клуба. Допустим, те, кто был в заявке клуба в начале сезона, в середине. И те, кто сейчас там претерпевает изменение состава. И выйдут от Твикса. Сдвоение Твикса, по-моему, из Снэка. И Твикса все-таки зачисляет ему голы. Он забивает. Счет у нас 13-14. 14-4, если не ошибаюсь. И продолжает и продолжает забивать Скриликс. Кто же их остановит? Остановит ли их Колледж? Остановит ли их Сундук или Леха Новичок? Уйдем прямо сейчас. Сундук! Обязан забивать. Давай, Сундук. Тупо перекрывает его ход Твикс. Грамотно играет. Поднимает. Ну, тут пока что в этом матче сильно ничего веселого мы не видим. И вот тут... Ну, Сундук всего лишь нажать на пробел. Просто пацан не нажал на пробел. Так бы был по-любому его гол. Пацанова хотя бы просто для статистики. Этот гол бы понадобился. Чтобы поднять настроение команде немного. Но не забивает Сундук, к сожалению. И тут продолжает атаковать Скриликс. Реаль, им никто не мешает. Твикс. Пас на... Азама великолепный пас. Прошел. Плывут просто в этой игре колледж. Не знаю, что им может помочь. Возможно, как я сказал, разбор позиционки, разбор состава. Не знаю, что им посоветовать. Могу посоветовать им только удачу в следующих матчах. И пока что пропускать поменьше голов в этом матче. Снэк поднимет, а даст пас. Да, все хорошо получилось. И Твикс забивает опорник. Я не знаю, какой это уже гол Твикс. Он забивает довольно... Ну, довольно нормально для опорника. Забил в этом матче. Я думаю, как больше 3-4 голов. Или примерно 3-4 гола в этом матче. И то хорошо. Опорники редко забивают. Твикс. Снэк. Неплохо задумывалось. Там задумывался. Хороший удар с пушки. Снэк. Спокойно проходят пасы. Давайте я не буду смотреть за игрой с Крикс. Они и так тащат сейчас. Тащат. Получается, у них игра... Буду следить внимательно за игрой Колича. И вот тут вот какие-то волны моментов. Сначала от них ворот к другим. Вот тут вот Колич. Что у них сейчас получится в атаке? Леха-новичок. Леха-новичок выталкивает. Правильно все делал. Там вначале мог сыграть по-другому. И Азам тупо перекидывает мяч через Колича и забивает. Ошибка Колича. Он тупо повелся на финта Азама. Обычное поднимание Аскреликсов. Не знаю, почему Колич привелся на этот финт, но это уже его ошибка. Пропускает очередной гол Колич. Тут хорошая передача из сундука. Но Леха-новичок кроет Снека, чтобы он не ушел в подсос. Вот тут должен залетать гол. Ну, сундук. Еще раз не получается. Столько моментов сундука в этом матче. Но реализовывает он очень мало моментов. Не знаю, с чем это связано. Вообще не знаю. Могу пожелать ему только удачи. И тут Колич встает. Мог помочь своей команде. Там, в принципе, мог догонять. Пытаться хотя бы догонять игроков. Но, видно, его желание играть прямо сейчас видно. После стольки пропущенных голов. Это, считаю, уже счет 17-4, если я не ошибаюсь. По-моему, да, 17-4. Видно то, что игроки Колича устали. По такой игре, я думаю, такая игра самих не устраивает. Ждали, думаю, большего от этого матча первого. Хотя, возможно, и нет. Кто его знает. Нужно стараться игрокам Колича разбросить эту игру. Какой уж раз это говорю. Тут Колич. Колич поднимает, поднимает. Желание уже к концу такой игры пропадает играть. Они играют просто уже ради времени, чтобы доиграть. Сундук. Давай, чувак. Я в тебя верю. Колич на самом деле хорошая команда. В начале сезона, в принципе, неплохо они играли. Но потом уже в середине сезона почему-то пошли у них поражение. Не знаю почему. Оканчивается матч со счетом, по-моему... Короче, где-то 17-18-19-4. Я не помню, если честно. Глы первого троу тайма. Вроде бы 10-4 было. Потом 17-4. В общем, короче, оканчивается так этот матч. Побеждается Крилекс в первом матче. Поздравляю их с победой. Желаю дальше успехов в плей-офф. Вообще, в первом дивизионе пока что в этом сезоне. Посмотрим, где они окажутся в следующем дивизионе. Ой, в следующем сезоне. Также желаю удачи количу. Надеюсь, они разберут эту игру. Поймут свои ошибки. Разберутся со своим составом. Ну и, в общем, пожелаю им только удачи. Парни, не расстраивайтесь. У вас еще будут шансы пробиться. Если у вас есть такая цель в Лиге Чемпионов. Или просто сыграть хорошо в первом дивизионе. Желаю всем только удачи. Спасибо всем, кто смотрел данный матч. Обязательно ждите следующих матчей Мегабольной Лиги Чемпионов. Также первого дивизиона. С вами был Богдан БДН. Всем спасибо за просмотр. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok